Еще лет 10 назад казалось, что проблема ЖКХ нерешаема. Замерзшие трубы, обрушающиеся стены, подъезды, в которые невозможно войти. Но времена поменялись. Программа реновации капремонта жилья показала свои ощутимые результаты. Однако это не значит, что ее не надо модернизировать и приспосабливать к меняющимся условиям. Вчера губернатор Сергей Морозов провел заседание Координационного совета собственников жилья. Объединение существует всего ничего, но уже доказало свою жизнеспособность. По Ульяновскому примеру, подобные организации стали создаваться и в других регионах страны. Глава области заявил о создании еще одного инструмента управления сферой ЖКХ в масштабах регионов. В Ульяновской области появятся корпорации развития коммунального комплекса, в которые будет входить сразу несколько элементов, которые позволят собрать в государстве кулак, структуры и повысить качество работы этих структур. Я веду разговор первый о проектных институтах, которые у нас сегодня есть для того, чтобы заниматься проектной деятельностью в области и теплоснабжения, и водоснабжения, и энергосбережения. Корпорацию также будут включены все объекты ЖКХ, находящиеся в государственной собственности. Займется она и вопросами благоустройства. Продолжается в Ульяновской области выполнение региональной программы капитального ремонта, что отремонтируют в наступившем году? На этот вопрос ответила директор фонда модернизации ЖКХ Нина Сидоранова. В 2017 году он такой знаковый получается год для вообще программы капитального ремонта, потому что мы знаем, что у нас разбит он на трехлетние краткосрочные планы. Это третий, значит, год выполнения вот этого краткосрочного плана. И в основном все дома, которые были в программе, в трехлетнем плане, они будут все завершены у нас. Поэтому мы получим определенное количество домов, то есть вот полностью, скажем так, под ключ отремонтированным. В прошлом году начались работы в доме номер 50 по улице Карла Липнихта. Уже отремонтировано центральное отопление, система холодного водоснабжения, свет и фасад. На очереди горячая вода, подъезды и кровля. На происходящее жильцы не могут нарадоваться. Фасад нам, как видите, покрыли профносилом, или как там сказать, и очень хорошо. Мы довольны в этом. Сантехнику все заменили, отопление, там, канализация, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение. Все у нас стало отлично. Наверное, благодарность жителей – это главная оценка проводящимся в области изменения в жилищно-коммунальном комплексе. Егор Титов, Юрий Конехин, новости Ульяновской правды.